Потерянный ангел В ролях Маргарет О'Брайан, Джеймс Крейг, Марша Хант и другие Режиссёр Рой Ролланд Приют для брошенных детей Алло, профессор Винсент? Это старшая сестра Не могли бы вы с доктором прийти сюда сейчас же? Да У меня ещё один Белая По-видимому, вполне здоровая Вы понимаете, Вудеринг, что она у нас уже 258-я? Череп – 50 Левая рука – 8 Правая рука – 8 Живот – 13,5 Грудь – 13 Очень хорошо, Винсент Рефлекс щекотки присутствует И громкого звука также Тогда всё, Винсент Она совершенна Сестра, мы её берём Доставьте её в Институт Пикеринга сегодня же утром Хорошо, профессор Винсент Институт детской психологии Пикеринга Сегодня под флагом Института Пикеринга мы начинаем эксперимент, который может произвести революцию в мировой системе образования Первые годы жизни обычного ребёнка тратятся понапрасну Он не получает никаких важных знаний Но мы изолируем этого ребёнка от разлагающего влияния внешнего мира Воплощающегося в обычных методах воспитания среднестатистических родителей С первого же дня её образование будет доверено вам Через шесть лет мы пригласим независимого авторитетного эксперта И скажем ему, что вот наша работа Посмотрите, добились ли мы в ней успеха или нет Институт уже утвердил доктора и миссис Прингл из Гарварда на проведение психологических тестов Это тесты, которые оценят каждый аспект её тела и её ума Есть вопросы? Моя сфера, разумеется, медицина, а не психология Но нет ли опасности в том, что устраняя зло личных родственных связей мы также лишим ребёнка тепла и заботы? Отлично сказано Всё это также будет нашей задачей Нам предстоит стать не только её учителями, но и её компаньонами и друзьями Она должна постоянно чувствовать себя окружённой заботой и вниманием Профессор Катти Нельзя ли нам начать именовать объект как-либо иначе, чем она? Мне всегда нравилось имя Мэри Так звали мою мать Нам не следует предаваться сентиментам, профессор Катти Ричардс, тогда может быть альфа? Первая буква греческого алфавита и вообще всё такое Альфа Как это вдохновляет, мой дорогой Ричардс Тогда, наверное, решено? Значит, альфа Вот расписание для альфа на первый год С 7 до 9 утра купание, завтрак, отдых Профессор Китерик С 10 до 11 упражнения физические Доктор Вудринг С 11 до 12 упражнения умственные Профессор Винсент С 12 до часа питания и реорганизация Профессор Китерик Да, профессор Ричардс Что означает эта реорганизация? Смена белья, разумеется Подгузники, Ричардс Подгузники С часу до двух отдых на воздухе Профессор Ричардс С 2 до 3 языки Английский, китайский Профессор Катти С 3 до 4 игры Все профессора С 4 до 5 музыка Миссис Катти С 5 до 6 еда, купание, сон, реорганизация Профессор Китерик И сиделки Всем подходит? Возражений нет? Тогда отлично Леди и джентльмены, наша работа нас ждет Возвращений нет? Возвращений нет? Возвращений нет? Леди и джентльмены, наша работа нас ждет Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Риган учился в Гарварде Майк, тебя босс зовет Иди отсюда, маленький человек, уходи Я не шучу, Майк Джо, прошу тебя, я громлю этих любителей Не знаю, откуда у меня смелость играть с такой картой Я бы не стала так играть Привет, ребята Прошу прощения на минутку Спасибо, конечно, но я пришла не за этим Разве? Может, отдашь мне билеты на бокс? Я бы тогда ими воспользовалась между своими выступлениями, если ты сегодня меня выставишь И кто тебя туда отведет? Я нашла себе кое-кого Кто эта крыса? Я убью его Играть будешь, Майк? В оркестре много людей играют Ну, раз это такая мелкая сошка Прости, я не смогу тебя туда взять, Кэти Ну что ж, работа есть работа Знаете, что мне больше всего нравится в этой девушке? Конечно, что она сама зарабатывает себе на жизнь пением в клубе Может, вы не поверите, но даже и не это Тогда что? Давай, говори Секундочку Ребята, я пытался быть с вами повежливее Но, как видите, слишком многие требуют уделить им мое драгоценное время Так что, как эта игра называется? Верно, игра называется Джин И это как раз то, что у меня и есть 18.30, не расстраивайтесь, но заплатить придется Ты просто негодяй И что, ты уже уходишь? Давайте платите, не видите, леди ждет Прошу простить за все эти разговоры о деньгах Давайте, ребята, копите деньги и потом встретимся здесь В то же время и с тем же результатом Знаешь, Кэти, мне многое в тебе нравится Но больше всего мне нравится то, что ты стоишь на своих ногах Ты не из тех дамочек, которые начинают хныкать и визжать, если у парня много работы Нет, клянусь, ты прекрасно все понимаешь Все готово на вечер, Майк? За тобой пиво, Риган А за нами девочки Ах ты Слушай, девочки, тут ни при чем, это всего лишь покер Так это ты меня из-за покера выставил, а не из-за девочек Это гораздо лучше Майк, серьезно, говорю, тебя босс зовет и уже сердится Дорогая, дело не в том, что я хочу сегодня поиграть в покер Я должен Я в прошлый раз отобрал у этих любителей 400 долларов во вторник И... Во вторник? Да, а что? Да, о Во вторник ты меня выставил, даже не потрудившись позвонить Потому что ты был так занят, так перегружен работой Слушай, в этом бизнесе человеку приходится делать очень много Обязанности Обязанности перед кем, Майк? Перед букмекерами? Перед покером? Перед кутежами? Не стоит себя обманывать, мой друг Это все тебе очень нравится А настоящих обязанностей у тебя всего две Одна это твоя работа, и вторая передо мной И он, похоже, ни с одной из них не справляется Скажи ему, Кэти Скажи сам, Эд, а мне надоело Кэти, подожди минутку Эд, дорогая, ты абсолютно права Но мы не сможем говорить, когда ты такая сердитая Слушай, это слишком важно Сегодня за ужином ты сможешь мне все высказать, вырезать меня по полной И что ты будешь делать, пока я буду с речью выступать? Думать о том, как бы побыстрее убежать, чтобы не опоздать на игру? Нет, Кэти, я буду слушать Честно Ты же придешь, правда? Дорогая, это для меня очень важно Дай мне еще один шанс Вот отлично, бэби, просто класс Ты не пожалеешь, я обещаю Я тебя заберу в 9.30 Класс Ты просто ангел До свидания Ну, приятель, все тебе с рук сходит Знаешь такого профессора Прингла из Гарварда? Прингл? Конечно, Джош Прингл вел у меня психологию Этот Прингл едет в институт пикеринга, брать интервью у юного гения Интересно Подожди, у меня ужин, и вообще у меня дело паки Хватит отпираться, паки в тюрьме, дело окончено, так что забудьте займись этим Слушай, Эд, я не настроен там в ладушке играть два притопа, три прихлопа А если три прикряка будет интересней, могу отправить тебя на выставку домашней птицы Тогда институт пикеринга Тогда институт пикеринга Я знал, что ты так и скажешь Профессор Прингл и миссис Прингл, как приятно снова встретиться Я, как услышал о вашем приезде, сразу поспешил сюда Боюсь выставить меня в неудобное положение, молодой человек Что вы, вы же не могли забыть своего худшего студента по психологии Неужели Майк Риган? Конечно, очень приятно снова встретиться Восемь лет прошло, а вы все так же очаровательны Простите, что за столько лет не объявился, но намерен все компенсировать изумительным вечером Мы замечательно поужинаем, и я вас со своей девушкой познакомлю Она старых традиций певица в совершенно новеньком ночном клубе, вам понравится? Вы очень любезны, но это невозможно Видите ли, мы тут по делу Мы проводим тест одному ребенку, которого на научной основе воспитывал профессор Винсон с его группой Прошу прощения, профессор Винсон Профессор Катти А это Майк Риган, наш бывший студент Похоже, это очень важная работа, профессор Винсон, как репортер, я очень заинтересовался Репортер? Да, я провожу супругов Прингл в их номер Не хотите встретиться с Альфой перед ужином? Я с удовольствием, но лучше утром, у меня небольшая простуда У меня простуда нет, и я хотел бы взять интервью у малыша Назревает целый репортаж? Боюсь, это невозможно, мистер Риган, мы не готовы к общению с прессой Я прекрасно понимаю вашу точку зрения Представить себе дешевую сенсацию Профессор вырастил гений, и все в таком духе Именно Но в конце концов, я знаю Прингла, я работал в психологии И если бы я написал первую статью, это явилось бы для вас в некотором роде защитой Это все не просто, мистер Риган, я должен обсудить это с коллегами Я все понимаю И вы должны будете передать статью нам Конечно, и вы должны будете воздержаться от публикации Винсент сказал, что я могу поговорить с ребенком Зачем все эти сложности? Профессор Винсент хочет... Да, он мне сообщил Садитесь, пожалуйста Откройте рот Что вы пытаетесь? Это же... Вы издеваетесь? Нет Вымойте руки Потрите этим желтым мылом И вы не хотите заглянуть под ногти? Сначала вы их потрите как следует Это как животных на вшивость, проверяйте Раздевайтесь Раздевайтесь? В самом деле Она издевается? Сомневаюсь Сюда, пожалуйста Альфа? Минутку, пожалуйста Альфа? Это мистер Майкл Риган Представитель прессы Он хочет поговорить с тобой Задать несколько вопросов о твоих занятиях Разумеется Мое почтение? Мое почтение Не очень долго, пожалуйста Конечно Ну что, привет, малышка Присаживайтесь Спасибо Из какой вы газеты? Транскрипт Реакционная газета, правда же? Я вижу, ты ее каждый день читаешь Только колонку редактора Я ее читаю с профессором Ричардсом И как тебе наши редакторские колонки? Мы находим их смешными Вы приготовили список вопросов, которые будете мне задавать? Ну, я подумал, что мы... Тогда для начала я могу вам показать мое дневное расписание Это было бы неплохо Тогда сначала у меня урок английского Потом история Искусство Потом чтение письмо, арифметика Потом алгебра, экономика, китайские, семантика А завтра начинается философия Потому что мне сегодня шесть лет С днем рождения Спасибо А как ты развлекаешься, уж? Прости за нескромность Ну, играю в шахматы На арфе и фортепиано А из всего, чему тебя учат профессора Что тебе больше нравится? Чтение Думаю, мне нравится читать Могу понять, в твоем возрасте Мне тоже нравилось читать Правда? И какими книгами вы больше интересовались? Ну, Горацио, Алгеры, Близнецы Бобси Сказки Ну, для детей Я их не читаю Сказки? И что с ними не так? Ну? Ну? В конце концов, зачем тратить время на то, что не является правдой? А где же неправда в сказках? Вы шутите? Драконы Драконы Летающие ковры И ведьмы в зачарованном лесу Это что ли не правда? Это интересно Очень интересно Похоже, мне придется сообщить лепрекону, с которым я сегодня завтракал, что он не настоящий А что такое лепрекон? Ну, такой маленький человек, такого примерно роста Зеленые волосы, синий нос, сапожник по профессии, ирландец И вы сегодня утром завтракали с таким человеком? Угу И что вы ели? О, молоко Простоквашу Бредис Старобат Это такие хлопья, без комков Я так понимаю, вы и ведьмы видели? Конечно А драконы, вы и у них верите? А как же Ну, вы же ни одного не видели Я вот что тебе скажу Знаешь, что такое зебра? Конечно Это млекопитающее, четвероногое Семейство лошадиных, белое в черную полоску Откуда ты знаешь? Ну, просто знаю и все Но ты ни одну из них не видела? Нет Но при этом ты веришь, что зебры существуют Да, но... Вот и все Я верю, что существует целый волшебный мир На улице везде волшебство Правда? Конечно Между прочим, многие всю жизнь ищут того, чего они не видели И, конечно, они тебе не скажут, что это неправда Но если ты в душе знаешь, что ищешь и веришь в это Ты обязательно найдешь И вы можете найти И мне бы тоже хотелось Альфа, твоя музыка Да, профессор Не могли бы вы подождать? В другой раз, профессор Но ты смотри, я обязательно скажу своему лепрекону, как ты говорила, что он не настоящий Миссис Катя ждет Готово, Альфа? Миссис Катя, вы верите в волшебство? Волшебство? У нас всегда есть волшебство музыки Я не об этом Си, потом Си бемоль, альфа Пурина содержит витамин С, который наращивает мышцы Но тут комки Комки всегда есть на хлопьях Хорошо Но когда-нибудь мне бы хотелось попробовать на ужин Брэдис Старобат А что это такое? Не знаю, но хочется попробовать У вас есть аспирин? А то миссис Прингл плохо себя чувствует Как приехало, так и расклеилось Добрый вечер, дорогая Добрый вечер, профессор Можно задать вопрос? Конечно Если кто-то говорит вам неправду И вы думаете, что это действительно неправда, но не уверены Что тогда делать? Ты должна потребовать доказательств Все истинное может быть доказано Спасибо Спокойной ночи Спокойной ночи Там Самое разное волшебство Летающие ковры, драконы, зачарованный лес Если веришь, то обязательно найдешь Там самое разное волшебство Если веришь, то обязательно найдешь Я пошла Я вернусь Я должна кое-что выяснить Альфа Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ты потерялась? Вовсе нет Я ищу кое-кого Как и мы все А вы кого ищете? Санта Клауса Я... Не думаю, что вы его найдете И я на самом деле не думаю Хотя кто знает? Этот старый тип тебя не трогал? Нет, он просто ищет Санта Клауса А кто нет? И он так говорит Ты потерялась? Нет, я ищу кое-кого Тоже Санта Клауса? Нет Мистера Майкла Ригана Он журналист в транскрипте Это твой старик, то есть отец? Да Поздновато тебе гулять Как ты поедешь? На автобусе? Автобусе? Да, на автобусе Тогда это... Ну ладно Залезайте, молодая леди Мы едем кататься Итак, садись на первый подошедший автобус, дорогая Попроси кондуктора высадить на 43-й улице И потом попроси первого же полицейского показать тебе здание транскрипта Большое вам спасибо Леди, большое вам, пожалуйста Слезаем 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 значит проходи итак ты кто это он в том смысле что как мы можем вам помочь молодая леди я хочу видеть мистера ригана мистера майкла ригана зачем ну он мой папа майк ничего себе а где майк он пошел на бокс с кэти так значит она хочет видеть своего папу и она конечно его увидит мы его тебе покажем пошли со мной молодая леди весело почему бы не остаться не посмотреть финалы потому что я знаю только одного типа который пользуется своим шармом чтобы сходить на бокс и это майкл риган внимание майкл риган ну вот подойдите в комнату номер четыре ваша девочка вас ждет это же знаешь что у меня нет девочки мистер я вас первый раз жизни вижу прошу тебя подожди меня минуту я очень быстро и поторопись а то как бы у девочки терпение не кончилось приятель и после этого удара он лег я только одно не понимаю почему вы хотите их всех бить почему да почему понимаешь это потому что он хочет доказать что он лучший боец конечно что он лучший боец понимаешь а вам не все равно в общем да то есть на 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 совсем следующий на выход классный ребенок майк из каких это пор и я твой отец я мистер риган я бы хотела поговорить с вами а я бы хотел поговорить с тобой и сейчас же сейчас же профессор когда вы пришли повидать меня вы сделали определенные утверждения вы сказали что существуют драконы и летающие ковры и ведьмы ну и волшебство и вы сказали что не каждый может это все найти но вы можете так вы сказали и покажите ну я скажу тебе это вот как девочка конечно если это была неправда пожалуйста не переживайте в конце концов все могут соврать это я знаю что профессор мне сказал что мы не должны ожидать от людей правды даже если они не хотят солгать они просто могут не знать правды о вещах то есть все люди лгут ничего себе философия для ребенка твоего возраста и скажите профессор почему это для вас так важно весь этот вопрос о волшебстве ну профессор говорит что все можно объяснить но если происходит волшебство не знаю но тогда наверное все по другому слушай я тебе не лгал волшебство есть и самое разное это то что заставляет людей смеяться заводить друзей и радоваться и раз я сказал что могу его найти я его тебе найду прямо сейчас только сначала мы должны найти кэти то есть кэти малори это моя девушка а почему бы сначала не поискать волшебство зачем она нам потому что она очень на меня сердится и раз ты в этом деле еще одна женщина ты должна мне помочь вопрос решить хорошо и как мне его решать все очень просто профессор просто сообщишь ей что тебе ровно шесть лет кто они все люди как ты и я почему они так спешат чтобы успеть куда на счет волшебства профессор вы хотели посмотреть на летающий ковер вот по-моему это самолет скажите профессор а что такое летающий ковер но это такая вещь на которую если наступишь и сядешь что она полетит ну вот и на той штуке ты ты в нее заходишь садишься и она улетает как летающий ковер какая разница как ее назвать Делтера дым королей волшебство конечно а что же еще мистер риган что это это такая еда называется попкорн очень питательно мой лепрекон с ума по нему сходит лепрекон этот ваш маленький человек вы ему немного купите но я не могу видишь между зубов застревает а у него беда с зубами а у меня зубы очень хорошие я все понял дайте упаковку пожалуйста сдачи не надо что он хочет вот что у него гораздо больше волос чем у моего лепрекона но это не лепрекон нет но это как бы его троюродный брат но это же обезьяна я видел их на картинках в книгах и они были одеты в пальто и шляпы и деньги просили и попкорн кушали но если это лепрекон он не должен это кушать это ему плохо для зубов это ради твоего же блага мы лучше пойдем надеюсь он поймет что это не потому что я жадная не сомневаюсь а не сомневаюсь Видите, профессор, нет такой улицы, нет такой двери, нет такого угла в этом городе, за которым не оказалось бы волшебства. Кэти Маллори, 12-я неделя. Вот мы и пришли. Добрый вечер, вы сегодня рано, мистер Риган? А это чудо у вас откуда? Какой кошмар, мне надо сообщить в институт, что ты со мной. Но, мистер Риган, я прошу вас, профессор, вы хотите, чтобы меня скрутили за похищение? Похищение? Неважно. Сиди тут, я сейчас. Алло, госпиталь, к вам не доставляли девочку шести лет? Не проверите, если можно? Минуту, пожалуйста. Я слушаю. Какой царь подарил своему сопернику-царю кнут и мяч? Это все знают. Это был дарий Персидский. Он их послал Александру Великому. Что ж, это был дарий Персидский, и дар был вручен Александру Великому. И это нам обойдется в 25 долларов. Мистер Риган, неужели этот чудо-ребенок и ваш? Этот? Она еще плохо учится. Вы бы на других посмотрели. Добрый вечер, мистер Риган. Ваш обычный столик свободен. Спасибо. Сюда, пожалуйста. Позвольте. Спасибо. Да, мэм. Мисс Маллори, пока нет, мистер Риган. Сделайте одолжение. Когда она придет, скажите, что я здесь. Она будет рада познакомиться с моим новым ребенком. Да, сэр. Вам что-нибудь принести, сэр? Да. Стакан молока ребенку и мне, как обычно. Да, сэр. Мистер Риган. Мисс Кетти. Что в ней особенного? Ну, я... Мне она нравится. А как вы узнаете, что вам кто-то нравится? Не знаю, просто хочется быть с кем-то, наверное, так и что-то хорошее сделать. Вам нравится, мисс Кетти? И вы делаете ей хорошее? Ну, не слишком. Значит, она вам не очень нравится? Она мне очень нравится. Тогда я не понимаю. Ты слишком маленькая. Мисс Кетти старше меня? Профессор, я бы сказал, что она существенно моложе. Спасибо. Что это? Это лимонад такой. Тогда почему на этикетке написано, что это ирландские виски? Потому что я забыл, что ты умеешь читать. Можно мне попробовать? Нет. Тебе станет очень плохо. Почти что заболеешь. И вы, зная, что вам будет плохо, все равно будете это пить? Это неразумно, мистер Риган. Окей, профессор. Этот раунд вы выиграли. Можешь извиниться сразу или потом. Стул, пожалуйста. У кого ты ее занял? Кетти, в самом деле. Это Кетти Маури, о которой ты так много слышала. Мое почтение. Это мое деловое знакомство. Я у нее брал сегодня интервью. Она обучалась у группы ученых в институте Пикеринга. Они здорово поработали, только несколько упустили все то, что происходит в мире за пределами института. Волшебство, например, и все такое. Я ей про это рассказал, и она захотела все узнать поподробнее. Волшебство? Да. Мистер Риган, что ест этот человек? Спагетти хочешь? Майк, ей станет плохо. Мне никогда плохо не становится. Официант? Смотри, малышка, отвечаешь за себя. Спагетти и две чашки кофе, пожалуйста. Кэти, веди себя прилично. Ты же не хочешь, чтобы Альфа подумала, что ты неразумная. Я что, должна следить за своим IQ, когда я рядом с ней? А у вас высокий интеллектуальный коэффициент? Нет. Я среднестатистический болван. Как жаль. А вас это не беспокоит? А должно? Ну, я бы лично забеспокоилась. Придется беспокоиться. Я пошла. И уже беспокоюсь. Вы уходите? Да. Но я вернусь. Расслабься, малышка. Зачем? Я, кажется, ясно выразилась. Расслабься, малышка. Расслабься, малышка. Сакрifice, anything come what might For the sake of having you near In spite of a warning voice That comes in the night And repeats and repeats in my ear Don't you know, little fool You never can win Use your mentality Wake up to reality Она симпатичная Она очень красивая Она вам больше нравится, чем я? Я спросил, она вам больше нравится, чем я? Не смейтесь надо мной Профессор, честное слово, вы молодеете с каждой минутой Я вам нравлюсь? А что? А то, что вы мне нравитесь Почему? Я не знаю Что случилось, профессор? Что такое? Что-то я сделал Избил А ты что думаешь, я сделал? Вы ему нравитесь больше, чем я Что с ней такое? Мой предыдущий жизненный опыт подсказывает, что она влюблена Слушай, мне надо позвонить в институт Расслабьтесь, профессор Слушай, малышка Я ему не нравлюсь больше, чем ты, честное слово И потом Допустим, что я бы тебе понравилась Но Майк тебе от этого не разонравился бы Людям могут нравиться многие люди Если есть большое сердце, конечно А у Майка большое сердце Оно у него больше, чем голова Ну вот Алло? Профессор Винсента, пожалуйста Это важно Я подожду Как ребенок был одет? Джемпер, белая блузка Черные туфли с застежкой Синяя шапочка с белым пером Что заставило ее бежать? Хотел бы я знать, сэр Состояние неважное У моей жены небольшая простуда, офицер По мне, так это не простуда Лейтенант У этой леди Корь Или я не отец шестерых детей? Дорогая, сделай доброе дело Позови Винсента Это Майкл Риган И ребенок у меня Профессор Винсент Звонит мистер Риган Он нашел Альфу Минутку, Винсент Боюсь, это действительно похоже на Корь И, следовательно, сюда мы ее привезти не сможем Устанавливается карантин Никому нельзя не входить, не выходить Пока все не образуется Что? Ну, знаете, вы с ума сошли Мало ли, что Прингл за меня поручился Даже если бы Архангел Гавриил за меня поручился Все равно вы не можете вешать этого ребенка на меня Риган, мне очень жаль Но это всего на несколько дней Нам отсюда выходить нельзя Вы же не хотите, чтобы я подвергал ребенка опасности инфекции Вы же... Ладно, хватит Я больше не выдержу Но теперь послушайте меня Мой номер в Плазо 34-98 Позвоните мне в самую минуту отмены карантина В самую минуту Мне надо срочно возвращаться? Простите, что я заплакала Не стоит, профессор, все иногда плачут Нет, возвращаться не надо По крайней мере в ближайшие пару дней Там корь и введен карантин А как же? Да, а как же? Ты же не... Майк, это же прекрасно Слушай, Кэти, ты должна... Профессор, вы вся заплаканная Как насчет умыться? Мисс Вы не проводите мою знакомую? С удовольствием Пошли Пойдем со мной Возвращайся красиво и сделай мне сюрприз Слушай, Кэти, я не могу брать ребенка Ты же знаешь, как я живу Давай подумаем Ты живешь близко Отпадает, Майк Почему? Из тебя отличный крестный, мой друг Это ведь ты и сказал, что жизнь в этих четырех стенах плохая А за стенами якобы волшебство, веселье и замечательные люди Теперь она пришла к тебе и попросила все показать Так что тебе и показывать, Майк И именно тебе Слушай, я много времени потратил... Нет Ты видел ее глаза, когда она на тебя смотрит? Надо за такой взгляд отплатить Ты большой парень для этого ребенка Что означает, что ты тот, кто будет с ней сидеть, если ей станет плохо от спагетти И тот, кто будет вставать в 8 утра и готовить ей завтрак Нет, Майк, в этот раз одна из твоих голубок вернулась домой на насест И, кстати, насчет голубок До свидания, Альфа До свидания, и большое спасибо Не за что Люди очень интересные Это точно Одевай пальто Я буду уходить? Да А Кэти пойдет? Нет Простите, если была невежлива при первой встрече Надеюсь, что снова вас увижу Обязательно, дорогая До свидания Вы сердитесь? Не на тебя На Кэти? Но она вам нравится Кто тебе сказал, что нельзя сердиться на тех, кто нравится? И она мне не нравится Я люблю ее Когда любишь, это другое Какое? Ты сходишь с ума от злобы к ним Что случилось? Ничего Тогда проходи Джерри А если сторож тебя поймает? Это маленький мальчик? Что за шутки? Тихо, ребята, разошлись Ну вот Кровать Кровать Давай, снимай пальто и шапку Хорошо Я рада остаться с вами Вот как Давайте, профессор, обсудим сложившуюся ситуацию Видите ли, я очень занятой человек У меня работа, Кэти и вообще много всего Я не против, что ты останешься со мной Но только если будешь играть по правилам Ну, в смысле, что не будешь вцепляться мне в волосы И... Вы хотите сказать, если я буду вам помогать? Да Именно это я имел в виду Хорошо, я буду помогать Если хотите, я сыграю с вами по правилам Профессор, вы действительно нечто Инструкции просты Сохранять умеренную тишину Кушать все, что следует И умываться с одинаковыми интервалами Все ясно? Окей, тогда мы поняли друг друга Переоденешься вот в это Почистишь зубы и умоешься Справишься? Конечно Умница Конечно, я работаю на газету Просто кое-что произошло И мне все равно, что произошло Твой милый друг Паки Рус Сбежал из тюрьмы Все газеты об этом пишут, кроме нас Что? Да, я помню Я сказал, что дело закрыто И был неправ Хочешь на этом поживиться? История с этим ребенком подождет Иди сюда Забыть ребенка? Самое время мне об этом говорить Почему бы самому сначала не определиться? Ладно, не петушись Я сейчас буду Гостиница? Да, Винсент Нет Нет, она уже несколько часов как в постели Еще инструкции? Мистер Риган У меня что-то странное Слушайте, все прекрасно Все отлично Я перезвоню утром Еще что-то Да Да, Винсент Нет, все в порядке Да, Винсент Да, Винсент Нет, Винсент Да, Винсент Так лучше? Точно? Я унижена Унижена? Мне никогда не приходилось халат надевать Зато сейчас поносишь Пошли Ну вот Слушайте, профессор Мне надо ненадолго уйти Вы не испугаетесь, если я оставлю вас в одиночестве? Конечно нет Это будет разумно 1-0 в пользу Винсента Не важно, спи Спокойной ночи, профессор Спокойной ночи, Майк Спокойной ночи, Майк Спокойной ночи to the house Среди Унижена Субтитры делал DimaTorzok Майк, ты кто? Альфа, а вы кто? Это не твое дело. Когда Риган вернется? Мистер Риган скоро придет. Что вам нужно? А тебе-то что? Вас явно очень плохо воспитывали. А кто ты такая? Я вам сказала, меня зовут Альфа, но вы не сказали, как зовут вас. Паки. Паки Рус. Ты тут живешь? Да. Вы за что-то сердитесь на Майка? А зачем вы взяли револьвер? Это водный пистолет. Вовсе нет, это опасное оружие. Если вы не сердитесь на Майка, тогда на кого сердитесь? Ни на кого. Я... Слушай, давай лучше спи. Я не хочу спать. И вообще, это подмена тезиса. Слушай, если хочешь, чтобы я тебе почитал чего-нибудь, давай книгу. Есть новая книга. Майк мне купил. Смотри, руками не трогай. Сказки. Видишь, написано сказки. Если что будет непонятно, скажи. Я тогда все объясню, окей? Отлично. Ну вот. Это сказка о китайском соловье. Похоже, это птица. Китайская птица. Поет только по ночам иногда. Жила однажды в Китае птица по имени Соловей. Говорили, что это лучшая птица во всей великой империи. 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 Но один человек никогда о нем не слышал. И это был... Кавалер. И почему тогда не импирь? Паки, это совершенно другое. Существительное кавалер — это производное от французского слова. Давай дальше. И этот кавалер отправился к другому придворному. И маленькая девочка на кухне сказала, «Соловей будет обязательно». Он поет славно. Дальше. Каждый вечер, когда я заканчиваю свои дела, я... Майк! Паки Рус. Что ты тут делаешь? Вся полиция города тебя ищет. Заткнись. Паки. Прости. Слушай, Риган, я скажу коротко и по делу. Я не виновен в убийстве, которое на меня хотят повесить. Понял? Я всегда так и думал. Если помнишь, я так и написал. Поэтому я и здесь. Ты мне поможешь. Говори. Единственный, кто мне поможет, это Лев Тиморейн. Он все видел. Но я должен его найти быстро, иначе окажусь на электрическом стуле. Но я не могу сам его искать. Меня возьмут за пару минут. Как и моих ребят. Но такой умный репортер, как ты, знает все ходы и выходы. Так что ты все за меня и сделаешь. Понял? Пока ты будешь прятаться у меня, ты все верно понял. Прости, дружище, я бы помог, но в данный момент это невозможно. Видишь ли, мои руки связаны присутствием профессора. А во-вторых, я не намерен оказываться соучастником во всем, куда ты вляпался. Приятель, ты уже соучастник. Ты укрываешь меня. Потому что мой адрес будет здесь, пока ты не найдешь Лев Тиморейн. Я думаю, ты должен ему помочь, а ты не лезь. Почему? Потому что он мне нравится. Тебе что-то слишком много людей стали нравиться. Да, с каждым разом это все проще. Если я его найду, то получай эксклюзивный материал, интервью, фотографий, разумеется. Только ты тратишь много времени. Крысы выползают из нор. Паки, я устал до смерти. До смерти, это очень верно, приятель. Хорошо. Ложись спать. Быстро. Ладно. Ладно. Что до тебя? Ты тоже ложись спать. Я не хочу. Я ему что-нибудь почитаю, Майк. Это смерть. Это смерть. Это смерть. Нашел его? Майк, у нас ничего нет на завтрак. Куда пошел? Бери же, болван. Привет, бэби, я принесла завтрак. Спасибо. Что с ним? И это кто? А, это Паки. Паки это Кетти, девушка Майка. Очень приятно. Правда? А полиция вас не ищет? Это все недоразумение. Понимаешь, полиция исходит из предположения, что Паки это антисоциальный тип. Но, конечно, это большая ошибка. Надо только посмотреть на него, и это сразу станет ясно. Правда? Я пойду посмотрю, что там на кухне. Что-то он ворчит с утра. Не думаю, что ему нравится готовить. Он привыкнет. Не петушись. Не петушись. Сиди здесь. Иду. Мистер Риган, подпишите. Одежда. Дорогой мистер Риган, звонил профессор Винсент и просил выслать это вам. Он сказал, что ребенку надо продолжать учебный процесс. И что он уверен, что вы прекрасно это понимаете. Искренне ваш, Гантанос. Великолепно. Все прислали. Так, и будешь тут целый день сидеть? Я хочу спокойно выпить кофе, даже если это займет целый день. А если не нравится, можешь... Может, хватит, мистер крутой? Он взял мою книгу. Тогда надо вернуть. Почему он такой неприветливый? Спроси его. Потому что ты мне не нравишься. Почему? А мне причина не нужна. Альфа. Альфа. Давай. Давай. Спрашиваю еще раз. Да ну тебя. Что дано? Ты отдашь мне книгу? В мяч потом поиграем? Да. Спасибо. Майк. Ты знаешь все. Привет, босс. Нет, спать целый день не буду. Как раз ухожу. Конечно. Так и будешь тут целый день болтаться? Ужас, как смешно. В газете на меня орут. Винсен сводит с ума. А этот тип превратил мой дом в укрытие. Так вот, кто-то должен заняться профессорскими уроками. Ясно? О, хей, я... Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. И таким образом, если бы у Наполеона было лучшее амбундирование для солдат, и если бы французы не были утомлены длительной войной... Давай дальше. Ты не слушаешь. Я нервничаю. Нет, ты боишься. Конечно, боюсь. А как может быть иначе? Где Риган? Его уже шесть часов нет. Если Майк сказал, что достанет Лефти, значит достанет. Тебе просто надо ему доверять. И тебе надо успокоиться. Я не могу успокоиться. Можешь. Я покажу. Пожалуйста, профессор, я слушал твои уроки, так? Ты мне рассказала о семантике, об экономике, о Наполеоне. И даже заставила пообещать, что я научусь играть на арфе, но теперь я успокоиться не могу. Так что все, увольте. Так вот, Паки. Один очень умный человек в Индии разработал теорию, которая поможет тебе успокоиться. Называется йога. Я тебе покажу. Прошу вас, профессор. Паки, если будешь сопротивляться, то не поможет. Протяни руки вперед. Протягивай. Теперь глубокий вдох. Вот так. Я же сказал, что его достану. Майк, что с ним? Все с ним в порядке. Ну, я с ним и намучился. Да, ты умный парень, Риган. Уведи ребенка. Посмотри внимательно, милый. Ты же был не только свидетелем той перестрелки, не правда ли, дружище? Ты и был убийца. И я не дам себя подставить. Пусть лучше подпишет признание, это снимет с тебя обвинение. И потом сбежит отсюда? Нет уж. Нет, он не сбежит. Мы вызовем полицию. А если так будешь работать, сам пойдешь в тюрьму. Паки, не делай ничего такого, что приведет тебя в тюрьму. Это будет неразумно. И кроме того, я не смогу больше тебя видеть. А ты сделать ничего не сможешь. А ты обещал научить меня играть в кости, тасовать карты. Ладно, вызывайте полицию. Когда он тут появился, примерно час назад, Риган его выслеживал три дня и, наконец, выследил. У меня одна мысль, разнести ему голову. Профессор меня отговорил. Молодец, девчонка. Мистер Риган, это будет в завтрашнем выпуске? Майк, это здорово. Давайте теперь к Майку, Паке и ребенку. Нет, с меня уже хватит. Я еще не закончил. Тихо. Не мешай, дорогая. Майк, ты лишний пробел поставил. Дай мне спокойно ставить свои пробелы. Но, Майк, ты же не хочешь, чтобы подумали, что ты неграмотный? Профессор, еще минуты, и ты получишь первую взбучку в твоей жизни. А что такое взбучка? Может, она мне понравится? А тебе что надо? Здравствуйте, Винсент. Что? Карантин снят? Да, с ней порядок. Да. Да, буду. Я доктор Вудринг из Института Пикеринга. Какая тут суматоха. Кажется, карантин очень вовремя сняли. Комиссия из морга, что ли? Комиссия из морга, что ли? Слушайте, Винсент, произошло следующее. Профессор Винсент, мы поучаствовали в полицейской операции, и Паки не пойдет в тюрьму. Вы беспринципный человек. Это значит, что она у вас общалась с гангстерами и преступниками? Вы, видно, и сами не намного лучше. Не смейте так говорить с Майком. Я вам скажу, что вы, по-видимому, погубили годы работы. Что вы... Так вот, мистер Риган, у Института Пикеринга есть некоторое влияние в этом городе, и вы еще о нем услышите. Нет, больше не услышу. Убирайтесь отсюда, Винсент. И вы все. Пошли домой, дорогая. Но я не могу оставить Майка. Майк, я не могу уйти. Кэти. Скажи им. Слушай, профессор. Ты пришла ко мне, чтобы я показал тебе волшебство, так? Так вот, тут масса волшебства, и самого разного. И я его тебе показал, верно? А теперь тебе надо возвращаться. Профессора хорошие люди. Тебе они всегда нравились. Тебе всегда нравился институт. Но я никогда из него не выходила. Ты выйдешь, профессор, как только подрастешь. И будет больше волшебства, и больше людей, которые тебе понравятся. Помнишь, что ты сказала в ночном клубе? Люди очень хорошие. Но, Майк, когда кого-то любишь, это не то, что они тебе нравятся. Это совсем другое. Ты сказал, что если кого-то любишь, ты их до безумия ненавидишь. Хотя, может, это и не всегда так. Потому что я люблю тебя. Но тебе нет нужды быть с теми, кого ты любишь. Майк, есть. И очень большая. Риган, если я был груб... Простите, я, наверное... Пожалуйста, уходите. Майк, тебе необходимо быть с ними. Как хорошо, когда, наконец, никого нет. Правда? Кейт, неужели ты не понимаешь? И ты ее просто так отпустил? А что было делать? И ты даже не пообещал ее навестить? Я думал, что так будет проще. Для кого проще, Майк? Для Альфы? Ладно, для меня проще. Кейт, ты же знаешь, я без ума от нее. Но с таким ребенком ты же... Не можешь просто так заскочить к ней поболтать, когда захочется. Требуется ответственность. Да, я знаю. Кейт, давай поженимся, давай уедем в тихое место, давай. Я так долго ждала от тебя этого вопроса. Нет, Майк. Видишь ли, мы будем для тебя слишком большой ответственностью. Я тоже усложню твою жизнь, дорогой. Ты и ко мне не сможешь заскакивать просто так, когда захочется. Ты же знаешь, я люблю тебя. Конечно, знаю. Но мне не нравится, как ты любишь людей, Майк. Ты от них сбегаешь. Как ты сбежал от этого ребенка? Что за детский сад? Она к нам отношения не имеет? Имеет, Майк. И очень большое. Из ничего, ничего не получится, дорогой. Если любишь людей, то ты им что-то должен. Надо что-то отдавать. Может, немного своей свободы, своего времени. И самого себя, наверное. Не знаю. Но так или иначе, отдавать ты ничего не намерен. Я сегодня в этом убедилась. Итак, Альфа, будем решать задачки. Первое, это поместить эти яблоки на пустые места как можно быстрее. У нас было такое, помнишь? И ты это делала, когда тебе было два года. Давай, Альфа. Не можешь, дорогая? Я не хочу. Не заставляйте ее. Я и не собирался. Хочешь, профессор Киттерик тебе почитает? Тогда хочешь погулять? Хорошую прогулку. Дорогая, ты хочешь к Майку? Он не хочет меня видеть. Привет, Эд. Привет, Майк. Что надумал? Сделай одолжение. Эд, я хочу уехать на некоторое время. Не найдешь мне что-нибудь в другом месте? Скажу вот что. Фред Сондерс завтра сматывает из Вашингтона. Можешь отправиться туда? И даже прямо сегодня. Единственное, это... Они там никаких фокусов не потерпят, приятель. Выпивка, хочу-хожу, хочу-нет, и так далее. Это не проблема. Я хочу работать. Я просто хочу уехать отсюда на некоторое время. Беда с женщиной. Сразу с двумя. Спасибо, Эд. Какого рода волшебство мистер Ригган тебе показывал? Было много всего. Летающий ковер, который выглядел как самолет. Но на самом деле это был летающий ковер. Потом был светящийся человек. Потом Альфа. Ты же знаешь, всему этому есть объяснения. И они тоже очень любопытны, когда ты их понимаешь. Тогда это не настоящее волшебство. Это совсем не то. Что же такое настоящее волшебство? Любить людей. Как ты, Майка. Есть кто? Я здесь. Не стоит дверь оставлять открытой, Ригган. Мало ли кто тут ходит. Собрался куда-то? Вашингтон. В командировку. Девочку уберешь с собой? Я ей тут купил кое-что. Я ей многим обязан. Где она? Найдешь ее в институте пикеринга. Ты что, сдал своего ребенка в приют? Это не приют, и она не мой ребенок. Как не твой? Разумеется, твой. Я ее сам спрашивал, она мне ответила. Я не говорил, что это мой ребенок, я даже не женат. Ну, не женат, ну и что? Ладно, хватит, я все понимаю. Паки, ты хороший парень, веди себя хорошо, не ввязывайся в неприятности. Думай, что хочешь, только уходи, дай мне паковать чемодан. Минуточку, пожалуйста. Она не мой ребенок. Не притронулась. Если так дальше пойдет Винсент, я за нее не отвечаю. Ребенок очень болен. Живет ли тут маленькая девочка по имени Альфа? Я тут... Проходите. Я тут купил кое-что ребенку. Паки. А ты что тут делаешь? Паки, ты Майка не видел. Только от него. Где он? Он был дома. Что тут происходит? Девочка ужасно больна. Паки. Что? Видите ли, она скучает по мистеру Ригану. Она вообще ничего не ест. Вот негодяй. Бросил ее, да еще мне говорил, что она не его ребенок. Где у вас телефон, ребята? Да. Девочка. Он, наверное, ушел. Что же делать? Может, я возьму такси и... Нет, не пойдет. Понял. Я позвоню в газету и узнаю, на каком он поезде едет. Мистер, не снимите мне бумагу. А теперь убирайся и не приставай ко мне. Вот так беда. Что с твоим поездом? Мне очень больно. Конечно, больно. Но настоящий кондуктор прежде всего думает о своем двигателе. Так вот, сэр, первое, о чем думает настоящий кондуктор, это двигатель. Колеса в порядке. Двигатель тоже в порядке. Парень, тебе повезло, он в отличном состоянии. Бобби, что с тобой? Все отлично, он о двигателе беспокоился. Конечно, мама, что для настоящего кондуктора пара синяков? Сразу видно, что вы сам отец молодой человек. Сколько у вас детей? Один, только один. Мальчик или девочка? Девочка. Маленькая девочка. Следующая остановка Трентон. И сколько ей? Шесть. Всего шесть. Простите, мэм. Но она у меня очень умная, не по годам. Я к Винсенту, проходите. Майк, ты пришел. Я так и знал, что придешь. Дорогой друг, я очень рад вас видеть. Вам уже сообщили. Ты прочел в газетах? Что я должен был прочесть в газетах? Кто мне сообщал? И что с вами тут такое? Слушайте, Винсент, я хочу поговорить с вами о ребенке. Ты хочешь сказать, что действительно приехал сюда сам, и ничего не знаешь о случившемся? Конечно, сам приехал. А как ты вообще... Что значит о случившемся? Что случилось? Что-то с Альфой? Она заболела, и мы... Что такое? Что с ней? Вы что, не знаете, как обращаться с ребенком? Нельзя вам своего ребенка на пару дней оставить? Где она? Я хочу ее видеть. Эй, профессор! Эй, профессор! Майк! О, Майк! Что это за дела такие? Ты почему не ешь? Майк! Ничего себе репутацию ты мне сделала! Три дня побыла со мной, и уже непонятно, что с тобой делать. Не ешь, не спишь, самый элементарный тест пройти не можешь. Ты поссорил у меня с профессорами. Кэти на меня злится. Я чуть работу не потерял. Синная лихорадка. Какой сегодня чудесный день, правда?